Василий Григорьевич, тут немножко в сторону у меня один вопрос, он очень на сегодняшний момент злободневный, именно для полтавчан. Пока вы ездили, тут происходили в Полтаве свои события. Социал-демократическая партия решила отозвать два мандата депутата городского совета. Вопрос, знаете ли вы этих двух депутатов, я имею в виду Луценка и Полищука? Вы знаете, давайте відвертись, если социал-демократическая партия хотела навести порядок в своих лавах, то где же Прядко, который на сегодняшний день брался за Полтавофарм на два месяца, а сейчас уже больше года, а он сидит и деребанит. На деребанит столько, что даже давал хабарей за дозволь, расповсюдживая наркотики через свою сетку, на чем он погорел. Но деньги, оно великое дело, вы понимаете? Но там дело не закрыто еще, насколько я считаю. Но сегодня уже замынают, замынают, намагаются замынают. Вы же понимаете, что там, что это же дочерное предприятие банди Порошенко. Ну это... Ну, вы понимаете, как божий день. Не, и у меня вопрос просто... А эти хлопцы, мне... Ну как, вы знаете, я знаю, что там были люди, которые даже не знали, про кого мова иди. Они пришли на зустріч с Каплина, або их пригнали, что кого-то намагалися навіть задобрить, так назовем, мягко. Ну, это... Больше того, я прочитал уже, что на «Червоному шляху» расклеили листівки такого дискредитующего характеру. Я знаю этих хлопцев, непоганые хлопцы. Я, знаете, я не могу оценивать их деятельность, как, ну, для того, что они должны изучать. Но я знаю их, как непоганые хлопцы. Можливо, там есть, ну, их разбежность с курсом партии. У меня просто... Я к чему веду? Меня интересует вопрос, собираются подписи по всему городу. В частности, мы с вами живем в районе ДКПТК, и вчера, вот, например, Палатка Танцкая. По-перше, я их не знаю. По-перше, по-друге, они не могут округу хлопцей. Я ж вот это... Вони не представляют интересы моего района. Навище мені... Ну, знаете, якщо... А у нас, ви же знаете, чудово, что такое Полтава. Знаючи негідников Матковского, негідника ММАЯ, які обедрали все, что только можно обедрати. Один половинка, другий самогонщик. Ну, знаем. Но в тот же час достатньо раздати цукор або аптечки, и вы отримаете будь-який результат, який вам... Який потрібен этим негідникам, не людям. А нам з вами терпіти. То я понимаю, что если с подпали дают там брелок який-нибудь, або килограмм цукру... Ну, мы не знаем. Мы не видим. Мы не бачим. Можливо, знаете. Можливо, книжечку якусь, можливо, календарь. То якийсь... Такий же продажный выборец, черкане, не знаю, про что йде мова. Яка разница? Что сотримаю? Ну, це характерно нашому... Я вчера буквально в одном коменте задался вопросом, а как думают избиратели каждого из этих депутатов? Ну, пока месье ответа в этом не увидел. Ну, то мало бабушек сидять в интернете. Давайте, відверто. Дуже мало. Ну, то, что мало бабушек, и меня немножко смущает. Я не знаю, почему эти депутаты не выходят на свои округа и не собирают подписи в свою поддержку. В свою поддержку. Честно говоря, но я отлично понимаю, что это все равно временной ресурс. Это физические усилия кто-то должен прилагать. Но, если человек хочет остаться депутатом, он понимает, что он ценен и важен своему округу. Мне кажется, не мешало бы им все-таки самим идти к своим избирателям, тем, кто чувствует реальную поддержку депутата. Потому что, ну, по всему городу я даже писал пост, а почему не по всей Украине собирать подписи? Стосовно депутата, которого никто и не видит в очи. Большинство из подписывающих, к сожалению, они даже не понимают. Не уявляю, про кого, про кого, про его деятельность и про кого йде мова. Ну, чтобы вы понимали, что это между собой, что внутри партии, и достаточно брудные. Очень брудные. Я знаю одного и другого, как людей. Ну, для того, чтобы переглянуть их деятельность, треба знать, за что они голосовали позитивно, за что негативно. Но, как люди, я знаю, абсолютно нормальные партии. И то, и другий. С ними можно спілкувать. Ну, один из них даже, я, честно говоря, год тому назад критиковал. Он попался мне все-таки. Нет, подождите. Я могу вас покритиковать, вы можете меня покритиковать. Это нормальная рабочая обстановка. Должна быть справедливость, причем законная. Но закон настолько оказался в этой ситуации, как дышло.